Здравствуйте, друзья! По просьбе Алашпрайд ТВ сегодня провожу не как спортивный судья обзор, а именно как болельщик и человек, который следит за карьерой Евгения Егембердиева, Алматы, Казахстан, Алашпрайд. Вы знаете, у него 16 июля 2021 года очень важный в его карьере судьбоносный бой за пояс лиги ACA. Турнир будет проходить в Сочи, ACA 126. Сложный бой с Муслимом Магомедовым, у которого результат рекорд 9-0-0. Муслим вышел из вольной борьбы и, соответственно, с борцом ему придется, как говорится, драться в октагоне 16 июля. Конечно, мы можем вспомнить, как Евгений, и я думаю, это будет справедливо, как Евгений в своей карьере, именно второй его бой в апреле 2015 года сделал невозможное. Никто не ожидал от этого спортсмена, который только вышел из бокса и зашел в ММА, и что он сделал на турнире Аллашпрайд именно в далеком апреле 2015 года, когда он выиграл у Джеффа Монсона. Хочу вас немножко в историю окунуть, что это за бой. Это бой три раунда по пять минут, когда Евгений в прямом смысле слова избивал Джеффа Монсона. И это было просто шок для всех. Неизвестный спортсмен из бокса выигрывает у прославленного борца по грэплингу, по бразильскому джиу-джитсу выигрывает в ударной технике. Хотя Джефф Монсон неоднократно мог задушить Евгения, но Евгений, он не сдался и вытерпел все его профессиональные и любимые север-юг, его борцовские приемы. Евгений все это прошел. Он показал характер и мужество бойца. И тем самым он вошел именно в казахский ММА со второго боя. Спортсмен уже сделал себе, по сути дела, карьеру, именно историю. Так вот, я думаю, что 16 июля повторится такой же бой. Евгений даст настолько молниеносную победу, которая будет в прямом смысле слова ошарашена вся публика ACA, кто будет смотреть данный турнир и, конечно, всех любителей ММА в Казахстане. Алга Казахстан, Алга Алашпрайт. Болеем за Евгения Гембердиева.